Стоимость одной полосы составляет 15 тысяч рублей. Изготовление семи сюжетов на телевидении. С кем мы будем работать, мы будем определять по итогам. А к чему приворочены будут эти расходы? На что там? Мероприятия, события, заформирование позитивного. Большинство компаний у нас бесплатные формируют. Нет, Семен Владимирович, наши компании почему-то на негатив больше выезжают, чем на позитив. Не скажите. У нас замечательные люди работают, живут в районе. Читайте сайты. А честно, референция, то сады была. А я думаю, за эти деньги не будут, опять так же, как про депутатов плохое писать, будут и по конзоте. И мы туда не ем, и мы не желаем. Если нет и строчки, будет, то есть не будет. Если бы выделяли одна, просто проговоркой не можем выделять. У меня вопрос. Сколько мы выделяем на содержание на уголок России и сколько на содержание сайта? На содержание сайта 50 тысяч рублей, на уголок России 900 тысяч рублей. А на уголок России в этом году мы сколько потратили? Что, пожалуйста, еще один план, в данный момент я не подскажу. У нас у всех, которые тут приблизятся статьи, на них делаем. В этом году 850 тысяч рублей, и то нам снимали с других мероприятий, чтобы обеспечить. Сейчас полоса стоит для публикации с типографией по контракту 1800. С нового года будет дороже. Уважаемые депутаты, я к вам угощаюсь, у нас есть мертвый печатный орган Ащинского района, который читают единицы. Который мы используем только для того, чтобы наши решения вступали в силу. На этом мы тратим 900 тысяч рублей. Понятно, что эта норма обратилась у нас в уставе, что мы обязаны, естественно, решение публиковать в печатном издании уголок России. Но сейчас есть масса электронных СМИ, есть официальный сайт Ащинского района. Я предлагаю дать задание правовому управлению проработать предложение по внесению в устав, чтобы мы не печатали, а размещали на сайтах. Не можем пока. Нет пока такой возможности, с 31-м законом не установлен для муниципалитета. Не получается у вас, да? Да, вопрос. Минимальный тираж у нас тоже, например, законодательный определенный печатный издание? Нет, нет. А для чего мы тогда печатаем такое количество газет? Ну, этого вопроса уже нет. Я предлагаю уменьшить количество. Сколько у нас сейчас вставляет тираж одного издания? А цена не зависит от тиража. Цена зависит от количества странных газетей. То есть мы можем, например, 100 экземпляров заказать, можем 300, можем 500. Тогда давайте 10 тысяч заказывать и кэшбэком забирать на золотой. Нет, не зависит от экземплярности, от стоимости. Как так может быть? Потому что это действительно так. Если только уменьшается количество странных, резко уменьшается цена издания. А тираж у меня уменьшится. То есть бумага же тратится, правильно? Нет, если будет тираж меньше, цена издания вырастет еще в разу. У них количество тиража стандартное. Вот я прошу обратить внимание, что мы тратим деньги просто, пустую, почти миллион в год, на газету, которую никто не читает. Там у нас, в общем, вставляется глава, да, его заместители. Какие-нибудь замечательные. Вы, если последние видели газету, сейчас маленько поменяется политика у нас, на первой странице мы будем печатать про жителей района, выборочно, каждое сельское поселение. Будем искать таланты, которые будем публиковать в этой газете. Вот это мы специально сейчас все и сделали. То есть это будет позиционирование именно жителей района, а не администрации. Посмотрите, последний выпуск, он уже прыгает. Следующий будет, соответственно, такой же. Ладно, как шок принимается. Ураин, вон у себя приемные, по горному сегодня подстранишь газету, уголок России.